Последние новости ароматерапии. Что сейчас происходит в этом сегменте здесь, в России, после больших, громких и крайне неприятных событий? Давайте разберемся, как сейчас мы выбираем эфирные масла. Напомню, что ароматерапия это все-таки древняя наука целительства, которая может менять состояние человека и физиологии, и психики, ну и, конечно, нашей дальнейшей судьбы. Это не эзотерика, а действительно воздействие на межклеточный обмен, и мы видим результаты каждый день. Ароматерапия, вернее, конкретные эфирные масла становятся очень сильным инструментом для работы с собой, с нашими состояниями, настроения, психико-гормональный баланс, и, конечно, как результат нашего качества, уровня жизни. В этом видео, конечно, нам нужно разобрать, какие эфирные масла есть в доступе сейчас, ведь мы же должны с чем-то работать. Но я хочу до того, как мы перейдем к этой теме, подчеркнуть, важнее выбора компании какого-то бренда. Первично это ваш фокус на ароматерапии. И в конце концов мы же можем пользоваться абсолютно разными эфирными маслами. У меня, например, лично в коллекции диагностики есть практически все представители эфирных масел, в смысле производители, кто по качеству соответствует терапевтическому классу эфирных масел. И с ними, конечно, можно со всеми работать. Вопрос только личных предпочтений. Еще раз подчеркну, главное это любовь и понимание ароматерапии. Сам сегмент гораздо важнее. Если вы сфокусировались, перешли от, например, бытовой фармакологии, от халатного отношения к своим состояниям, от постоянных эмоциональных перееданий, от очень грубого обслуживания своего тела, ну буквально игнорируя физические нагрузки, качество еды, воды и прочее, прочее, ароматерапия позволяет нас самих вернуть к себе. А дальше вы уже будете разбираться, с чем работать. Вот здесь, я надеюсь, мы с вами договорились. Если вы сфокусированы на ароматерапии, это ваша сфера интереса, вы уже на месте. Добро пожаловать! Это наш прекрасный мир, который мы создаем на новом уровне. И я, кстати, не исключаю, что я не знаю какие-то бренды, конечно. Более того, может быть, рядом с вами, или вы лично будете производить эфирные масла, а рядом с вами живет фермер, который прекрасные лепестки розы проводит через паровую дистилляцию и выдает вам шикарный результат. Да, конечно, производители могут появляться, и они будут появляться, поскольку ароматерапия набирает обороты. И, конечно, будут появляться и новые бренды. Мир меняется. Но конкретно, что есть у нас сейчас в руках? В первую очередь, это иностранные компании. Primaviera, Stix, Young Living, Doterra. Из российской компании есть компания Eris. Ваш выбор между этими компаниями, конечно, должен опираться на простые критерии. Во-первых, насколько газовая хроматограмма открыта в доступе. То есть, можно открыть и посмотреть, откуда была произведена лаванда, и какой у нее состав, прям буквально паспорт растения. И состав по всем химическим элементам, которые должны быть в лаванде. Хотя лаванда, конечно, от региона к региону будет отличаться незначительно, но это отличие будет. В каких-то эфирных маслах значительное будет отличие. И самое главное, вы должны видеть латинское название, поскольку у одного бренда и у другого шалфей может быть латинское название другое. Вы будете думать, что это один и тот же продукт. А нет, обращайте внимание на латинское название. И здорово, если на вашем эфирном масле будет написано, да, можно употреблять внутрь, если это из пищевой линейки вариант эфирного масла. Например, апельсин, лимон, мята, куркума, корица, специи, вот это все. Плюс, конечно, эфирное масло должно быть в чистом концентрате, если только это не намеренное применение в виде роллера, уже разведенное. А так, это чистый концентрат, это уже на усмотрение нас, ароматерапевтов, как мы его будем разводить, применяя к детям или ко взрослым. И эта широта применения, она как раз и заключается в концентрированной форме. Да, важно, чтобы эфирные масла были в наличии, чтобы это было легко. Потому что, когда вы рекомендуете конкретные действия, у вас клиент точно спросит, ну где купить эфирное масло? Мы же понимаем, что это не в аптеке. В аптеке нет эфирных масел, это просто название имитация летучих компонентов, слегка напоминающий запах исходного растения. Потому что в химических лабораториях просто дублируют пару-тройку активных молекул, которые и пахнут нам, ну словно той же самой лавандой. Но по химическому составу и по газовой хроматограмме это будет чисто синтетический продукт. И он не будет работать как антигистаминное средство, как средство для регенерации кожи. Это просто будет некая пахучка, которая, слава богу, не будет на нас пагубно влиять, вызывая аллергии или головные боли. Мы-то говорим о терапевтического класса эфирных маслах. Мне важно, и, конечно, нам всем это важно, чтобы эфирное масло было в доступе. Если ты дал рекомендации, сегодня бы его хорошо бы применить, чтобы ты его уже взял в руки. Да, разные компании предлагают разные программы лояльности. Дорого, без скидок, неэффективно. Так не надо делать, поскольку внутри компаний, если вы там регистрируетесь, если вы внутри постоянно делаете покупки, конечно, это самые выгодные цены. Поэтому здесь нужно выбирать и по производителям эфирных масел. Их немного, но они есть. Именно производители, а не продавцы. Потому что продавцы просто покупают у фермеров. И поэтому, если вы у продавца запрашиваете газовую хроматограмму, вам никто ее не даст, поскольку это моветон. Мы не производители, а заказывать там лабораторию, эти исследования, это, ну, вообще-то накладно. Итак, я бы не хотела бы этого делать, перебирать прям конкретный бренд. В любом случае, придется это сделать, пройтись по конкретным производителям. Потому что каждый раз, когда я делаю такие видео, всегда пишут, а что за эфирные масла у вас, и где, собственно, их купить. Поэтому давайте беспристрастно, не обсуждая наши предпочтения, как сейчас в этом геополитическом конфликте работает ароматерапевт. И на какие эфирные масла мы опираемся. Потому что все-таки это не теория, нам нужно дать клиенту что-то в руки. А еще лучше, чтобы он где-нибудь, даже в другой стране, дистанционно после вашей консультации, пошел и купил правильные эфирные масла, чтобы они у него были на руках. Компания Ирис, российский бренд, не производитель эфирных масел, а продавец. И это сразу несет за собой большие издержки. Завышенная цена на эфирные масла, где апельсин может стоить действительно 3,5 тысячи. Это объясняется только тем, что ты покупаешь у брокера эфирные масла, и, конечно, там закладывается разная процентовка. И факт – цена. Второй факт – это возможность покупок. Да, российская компания, она, собственно, в России продается. Если мы ведем клиентов где-то по другому миру, по разным странам, в Израиле, в Германии, то, конечно, эти эфирные масла мы не можем рекомендовать. Невозможно на какие дозировки тогда опираться. Если вы сами для себя пользуетесь эфирными маслами, да, без проблем. Если вы хотите на что-то опираться, на какой-то продукт, вы должны и лично с ним работать, и ваш клиент должен иметь его в доступ. Поэтому, если у вас большие амбиции, то Россия все-таки ограничивает по своей локации географию своей работы. А русскоязычное население у нас разъехалось по всему миру, и мы это видим и понимаем, что поддержка нужна абсолютно всем. Ну и, конечно, сам факт продажи эфирных масел компании Ирис. Здесь нет программы лояльности, и даже скидку ты не получишь. Ты просто покупаешь дорого эфирные масла. И даже если ты покупаешь на 100 тысяч рублей каждый месяц, да, ты можешь заявить о своей уникальной цене с процентами, но каждый месяц ты должен это подтверждать. Я знаю, что максимальная скидка может быть до 40%. Но это значит, что ты каждый месяц покупаешь на 100 тысяч рублей эфирные масла. Это или какое-то производство свое должно быть, ну, может быть, эко-косметики, или ко-брендинга истории, или ты объединяешь огромную команду ароматерапевтов, и вместе вы занимаетесь вот этими закупками. Я все это не очень люблю, мне неудобно заниматься логистикой, чтобы кому-то ходить на почту отправлять. Я этим не занимаюсь, я хочу, чтобы это взяла на себя компания, чтобы я указала просто адрес и фамилию человека, куда придут эфирные масла, и я не занималась продажей этих эфирных масел. И мы идем дальше. Есть компания Primavera и Stix, очень популярные в России, доступные, но это все-таки европейские бренды, Швейцария и Австрия. Primavera прекрасные, зарекомендованные терапевтического класса эфирные масла, но нет сертификата пищевого. То есть в Российской Федерации нет подтверждения, что это пищевое эфирное масло, и сами производители так и пишут, не употреблять внутрь. И вот здесь у меня вопрос, или это просто некий недосмотр компании. Ну в чем проблема? Взять эфирное масло лимона, капнуть с базой, с оливковым маслом, заправку с салатом сделать. Если ты переживаешь, что клиент неправильно будет использовать эфирное масло, и будет пить его ложками, то ты так и напиши. Разведи эфирное масло на базе, на основе, и тогда можно использовать внутрь. Дай прямые рекомендации, но не просто обрубай эту технику. Вообще-то это очень хороший терапевтический прием, но подтверждение, что это пищевые эфирные масла, компания не дает. И газовая хроматограмма, если мы запрашиваем официально, как ароматерапевта, да, раз на раз не приходится, но там на десятый раз тебе все-таки их пришлют, покажут. Но это такие недостатки, которые, может быть, не очевидны обычному покупателю. Это все-таки заморочки ароматерапевтов. Нам надо на что-то опираться и доверять компании, и проверять, конечно. То, что касается клиентов, это разнообразие линейки, где выбор будет между чайным деревом и лавандой, и не очень большое разнообразие. Это факт. Stix компания дает разнообразие, но это очень интересная градация, которая мне не попадалась ни в одной компании, которая продает или производит эфирные масла. Внутри компании есть одно и то же эфирное масло. Категория, например, Ladan, может быть очень завышенная цена, при этом называется это терапевтического класса эфирное масло. И также Ladan может продаваться по очень низкой цене. Видимо, это не терапевтического класса эфирное масло. И я выясняла это в компании, мне подтверждение не пришло. Я просто по своему опыту понимаю, что то эфирное масло, которое стоит меньше, это не терапевтического класса эфирное масло, и есть завышенная цена. И вот в том сегменте, где цена низкая, там, конечно, большое разнообразие, но я с такими эфирными маслами и не буду работать. А там, где высокая цена, и это, да, действительно терапевтического класса эфирные масла, линейка очень ограничена, и тоже работать неудобно. И газовой хроматограммы их нет, я не знаю, как это проверить. Очень интересно, что компания не общается с клиентом, она очень закрыта. И да, внутренняя программа лояльности, она, в принципе, не очевидна для меня. Я вот со второго и третьего захода не поняла, почему именно такая организация продажи. Она может и в аптеке быть, может и через частные руки, и также представлена в любом даже пищевом магазине. При этом нет газовых хроматограмм в доступе. Вот это мне очень интересно, поэтому, если у вас есть информация, обязательно с нами эту информацию здесь поделитесь. Есть две компании, которые просто сформировали этот рынок эфирных масел. Это компания Young Living и Doterra. При этом исторически этот факт, Doterra вышла из компании Young Living. То есть те учредители, которые сформировали компанию Doterra, работали внутри компании Young Living. И у компании Young Living и Doterra есть очень большие претензии, почему тот состав, который на базе Young Living узнал, как работать с эфирными маслами, это такая легенда. И она обсуждалась в суде. В этих многократных судебных разбирательств Young Living не получила подтверждение суда в пользу. Doterra эти суды выиграла. Ну, собственно, что позволило компаниям параллельно развиваться, отстраиваясь друг от друга по своему маркетингу и по, может быть, там, географии покрытия. Хотя две компании представлены во всем мире. Это невероятно удобно. Во-первых, ты можешь действительно работать с любой страной. Это очень важно. А во-вторых, качество эфирных масел. Газовые хронотограммы есть. Они подверждены и в открытом доступе. И, конечно, линейка разнообразия эфирных масел. Запатентованные смеси. Вот эти бленды. Это просто какое-то сумасшествие разнообразия. И, знаете, вот как у моей собаки-лабрадора, вот это на аппетитное блюдо идет реакция. Точно так же мы друг у друга читаем составы. Это очень интересно. И каждая компания, конечно, выражает себя в полной мере. Они друг друга не дублируют. И это дает возможность огромному разнообразию эфирных масел. За это, конечно, можно только низкий поклон двум компаниям дать. Это очень круто. И то, что они сделали, это действительно формирование высокого требования к эфирным маслам. Вот это стандарт качества, сертификация, открытые газовые хроматограммы, применение внутрь. Это важно. В нашем мире, когда ты убираешь фармакологию, полностью переходишь на натуральные средства, заботе о здоровье, это очень важно. Тем более сейчас, когда мы все-таки делаем терапию. И когда ты это делаешь в большом количестве, конечно, ты должен быть уверен, что ты не навредишь. А наоборот, сделаешь лучше. И получишь результат. Про глобальные события. К сожалению, Young Living с российского рынка ушли. Этой компании здесь нет. К большому сожалению, я знаю, очень много коллег здесь работало. И это действительно выстроена сетка клиентов, лидеров индустрии. И это действительно проживается как большая трагедия. Мы очень сопереживаем. Мы понимаем, что мы, кто... Я, например, выбрала компанию Дотерра, я не знала других эфирных масел. Когда я уже зарегистрировалась в Дотерра, у меня есть такой случай. Мы с моей коллегой по Дотерра теперь встретились с двумя наборами. Она только-только зарегистрировалась в Young Living. Я зарегистрировалась в Дотерре. И мы вот в кафе тестируем все стартовые наборы. Это было, конечно, большое приключение. Большое уважение компании. Конечно, выстроить индустрию, создать ее, это огромное уважение. И, конечно, тысячи людей поверили в компанию и пришли. И, к сожалению, Young Living сейчас нет в России. Если вы смотрите это видео в России, понимаете, что вам где-то нужно купить эфирные масла, Young Living придется откуда-то заказывать, чтобы вам эту доставку где-то делали. Ну, это, конечно, не очень удобно. Но, с другой стороны, русскоязычное население по всем мире. Поэтому те, кто в Young Living уверенно развивался, конечно, не ограничивались географией только в России. И этот рынок очень пластичный, он может перетекать из одной страны в другую. Здесь вопрос про скорость, быстроту и действительно построение вашей структуры. Если вы работаете профессионально с эфирными маслами и их рекомендуете, то, конечно, наша задача, чтобы наши клиенты самостоятельно покупали эфирные масла, пользуясь своей Майди и своей оптовой ценой. Ну, как это удобно! Организовывая доставку эфирных масел для себя самостоятельно. И, конечно, это огромная структура тех, кто остался без источника и дохода, поскольку компания, конечно, компенсирует все эти порекомендовать, рассказать, как применять. В этом и есть оплата ароматерапевтов. Клиенты парализованы и лидеры индустрии парализованы. И вот здесь, конечно, стоит подобрать альтернативу. Это очень важный момент. И мне бы не хотелось этот момент проговаривать, как выбирайте компанию Дотерра. Так не должно звучать, поскольку если твое сердце принадлежит одной компании, конечно, ты дальше будешь ее любить и с ней вместе развиваться. Это правильно, поскольку вы знаете продукты, вы понимаете изнутри, как все устроено. Это ваш родной дом, естественно. Но главное в этой истории сохранить работу с клиентами. Клиенты остались без рекомендаций. И конкретно эфирные масла все-таки должны быть на руках, потому что если уж мы глобально выбираем ароматерапию, именно как сферу воздействия на психику, на здоровье, на сохранение нашей цельности, на вот это большое преобразование, мы можем прожить эти этапы, сохраняя себя и наоборот развиваясь. Это очень важно. Если вы ароматерапию видите как сферу, которая шире брендов, бренды могут приходить новые. Не исключено, что завтра появится другая компания, которая будет ярче и громче звучать, чем, например, Дотерра в России. И не исключено, что наши вдруг производители эгей соберутся и сделают просто шедевр по частоте эфирных масел. Почему нет? Это вопрос только времени. Время, конечно, определяет. Но мы можем его критически потерять, если мы работаем со здоровьем человека. Здесь уж выбирать про бренд производителя нужно по принципу, если подтверждение, что качество, чтобы было безопасно, поскольку влияя на физиологию, мы несем ответственность за нашего клиента. Мы же обучаем. Не зря эта индустрия вырастает за счет рекомендаций, за счет вот наших консультаций. Почему за это платят хорошо компании? Потому что это важно, когда мы орегано не закапываем в глаза и в уши. Это очень важно понимать и научить наших клиентов. Ну и, конечно, эфирные масла должны быть в доступе. Вот если подойти с этого ракурса и все-таки принять для себя, что ароматерапия важнее как сфера, чем конкретный бренд и бренды могут меняться, то я допускаю, что компания Дотера может частично вот эту нагрузку перераспределить. И клиенты могут, да, действительно перейти на использование эфирных масел, которые дают точно так же хороший результат. И если мы занимаемся терапией, я понимаю, что это разница между бизнес-строительством и работой с психикой, со своей миссией, с в целом человеком. Вот если мы сместим фокус внимания с привычной организацией, с выстроенной структурой на большую миссию, то, конечно, здесь можно все решить. И это вопрос только внутренних убеждений и понимания, что ароматерапия как сегмент гораздо важнее для развития нас сейчас, чем узкая вот эта вот остановка, что да, компания Янтлиник ушли из России. Возможно, это временная мера, но может пройти 2-3 года критически важных, когда огромное количество людей не получит терапевтического сопровождения. И это будет очень критично сказано на большинстве наших граждан. Это лицо России, что мы будем видеть через 5-10 лет, когда все-таки вот этот надрыв внутри будет отображаться на наших отношениях внутри страны. И все-таки, когда мы между собой общаемся, мне важно чувствовать большую любовь к каждому, мне важно чувствовать большую уверенность, где я родилась, где моя родная земля. И мне важно чувствовать свои корни. Если я теряю, я чувствую себя очень слабой. Сейчас я чувствую себя слабой, я сама себя восстанавливаю и знаю, как нужно восстановить тех, кто рядом со мной. Я с этим работаю каждый день. Если мы хотим сохранить свою принадлежность к земле своей родной, прожить этот политический, несуразный, вот в короткой перспективе в этом времени момент, который ломает судьбу людей, и самое главное сопровождать тех, кто рядом, кто проживает это вместе с нами, вот это большая миссия. И, конечно, здесь выбор бренда, он может уйти на второй и десятый план. Момент, конечно, может выглядеть очень болезненным, но мы видим, что вариантов применения эфирных масел все-таки, ну, можно подобрать себе. Но если вдруг упирается все в выбор между одной компанией и другой, я предлагаю такой выбор вообще не делать, а сделать выбор в пользу своей миссии. Прям хорошо собраться, сосредоточиться и понять, зачем, собственно, ты в ароматерапию пришел. Ведь это очень важный ключевой момент исторический. Мы проживаем, это буквально такой огромный восклицательный знак, который говорит, что ты в правильном месте действуешь. А здесь у меня есть предложение. Я просто очень сильно сопереживаю коллегам и понимаю, как это... Ну, я бы, например, просто крайне болезненно бы это воспринимала, и я не могу представить себя в этой позиции, когда я теряю весь объем работы, которую я создала за три с половиной года. Это, конечно, очень важно. И здесь у меня есть, я не могу сказать, что решение, а варианты, которые помогут адаптироваться всем любителям эфирных масел и посмотреть, как по-новому можно увидеть эту индустрию. Если вы привыкли к компании Ирис, я вас приглашаю в этот процесс. Если вы привыкли к компании Стикс, Примавера или Янклин, я вас приглашаю в этот процесс. Да, в этом обучение, которое у меня в доступе, я создавала эту площадку со своими коллегами, это в итоге удостоверение установленного образца или диплом установленного образца, который подтверждает, что вы профессионал в сфере эфирных масел. Вот она миссия. Работайте с удовольствием. Я внутри, конечно, рекомендую Дотера, поскольку я с ней работаю, я ее знаю, компанию, я знаю количество дозировок. Но вы сможете с этими же протоколами адаптировать их под свой любимый бренд. Вы точно с этим разберетесь. Предложение следующее. Если вы смотрите это видео, и вы чувствуете очень многие моменты, которые я проговорила, что они вам, да, близки, чтобы вы не вступали в какие-то варианты борьбы с собой, вот это вот убеждение, не нужно. Я вас прошу, чтобы вы не опирались только на мои слова, а опирались на свое сердце и на понимание своей миссии, на важности вот этого момента. Я вас приглашаю зайти на площадку ароматерапии под ключ. Ссылка, посмотрите здесь еще раз. Эта площадка содержит разное количество модулей. Обратите внимание на модуль введения клиента. Это модуль мой авторский. Я его открываю для каждого из вас. Если вы напишите под этим видео в вашу почту, вам на почту от меня придет приглашение пройти этот модуль. Вы проходите его шаг за шагом, понимая изнутри, как мы работаем с клиентами, что такое комплексный подход, как восстановить клиента под его запросы, протоколы с эфирными маслами. Обратите внимание на это емкое знание. Я хочу, чтобы вы очень осознанно пришли к выбору, например, эфирных масел датыра, просто потому, что это удобно. Не потому, что это там громкий бренд, ему там доверяют весь мир, а потому, что вам это лично удобно, что вы допускаете, что да. Я хочу быть реализованной в этой сфере. Я беру датыра, поскольку это рядом и удобно. Это здесь в наличии на рынке России. Я вас приглашаю в свою большую команду профессионалов, кто сейчас в данный момент через эфирные масла, через ароматерапию работает с большим количеством людей, чтобы восстановить нашу психику, сделать ее гибкой, восприимчивой к миру, не черстветь, работать от сердца к сердцу с каждым человеком и, да, действительно, проживать все эти болезненные трансформации, но с сохранением себя, выходя на новый уровень. И мы не знаем, что будет дальше. Мы можем только прогнозировать и опираться на себя. Время сосредоточиться на здоровье, на семье и проживание по-настоящему этих глобальных процессов. Никто не остается в стране. Мы все это проживаем прямо сейчас. И пусть мы будем проживать это в здоровье, чтобы это не сказалось на нас критически, чтобы мы все-таки продолжали процветать, развиваться. И человечество, проживая все эти трансформации, получило новую категорию общения друг с другом. Это все-таки надо, знаете, нарастить эту органику и возможность коммуникации высокого порядка. Это важно понимать. Если вы хотите сразу познакомиться со мной поближе, и с нашей командой, и понимаете, что, да, заход на обучение – это здорово, но вы хотите уже сразу действовать, заполняйте анкету в описании к этому видео, тогда мы с вами свяжемся, чтобы вы, проходя модуль введения клиента, уже были встроены во все процессы. И тогда ваша адаптация в новой системе, в новой инфраструктуре – все равно это логистика. Где купить, как заказать, как это выглядит, какие внутри есть бонусы и прочее-прочее, чтобы вы сразу оказались на месте. И за самое короткое время вы пройдете адаптацию и получите правильные инструменты в ваши личные руки. Растите и развивайтесь вместе. Также на этом канале вы можете видеть разные обзоры эфирных масел. Если вдруг вы встречаетесь с какой-то новинкой, добро пожаловать! Я буду рада с вами обменяться этой информацией. И да, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые обзоры и в целом ловить всю информацию, которая выходит в сфере ароматерапии. Это важно улавливать прямо сейчас. Большие события меняют все индустрии. И ароматерапия также подвергается всем этим изменениям. Будем держать руку на пульсе. Я вас всех тепло обнимаю. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова